Колпакова-3. Этот двухэтажный дом более 70 лет назад построили пленные немцы. По словам местных жителей, дом рассыпается на глазах. Ситуация усугубляется весной, когда в подвале стоит вода, а на стенах появляется плесень. Клавдия Степановна, а сколько лет живете в этом доме? Ну, я тут живу, наверное, сейчас 45 лет. Муж мой живет уже 70 лет, здесь родился. Всю жизнь семья Клавдии Куликовой ютится в коммуналке. По ее словам, чердак их дома не раз становился пристанищем для лиц без определенного места жительства. Клавдия Степановна, а какие у вас есть пожелания по благоустройству вашего дома? Ну, у моего дома я хочу сказать, что у меня асфальт вообще никуда не годится, ограждений у меня нету, течет крыша постоянно, камни сваливаются с балконов, течет вода постоянно под дом, сырость у нас. Ну, что еще могу сказать? Ну, сами все видите. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, считает лидер общественного мнения Евгений Аганин. Директор 17-й гимназии вместе с представителями администрации и управляющей компанией делает инспекционный обход не только дома по Колпаково, но и по первому проезду Матросова. Это один из самых старых районов. В свое время, в мае детство, он назывался Самстроем. Сейчас он хоть и находится в центре города, но мы с вами видим, что дома старые, построены в послевоенный период. Для инвестиционной программы мы собираем все пожелания жителей, все обращения, заносим их в реестр. И вместе с управляющими компаниями и ресурсными организациями пытаемся решить те вопросы, которые перед нами ставят жители. Такой формат общения приветствуется жителями и показывает, как при поддержке главы нашего округа Юлии Купецкой реализуется принцип губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьевым – житель всегда прав. Главные просьбы мытищенцев, проживающих в этом районе – тщательная уборка придомовой территории, а также капитальный ремонт старых домов. Из плюсов, наверное, достаточно тихий район. Природа, озеленение хорошее. Из минусов, ну, у жителей основные вопросы – это по срокам переселения из ветхого жилья в новостройки или в муниципальный фонд какой-либо, и при уборке придомовой территории. По словам Максима Исаева, придомовая территория занимает огромное пространство. И, несмотря на старания дворников, содержать дорожки и клумбы довольно сложно. Все актуальные вопросы, в том числе и по капитальному ремонту, были занесены в протокол встречи и взяты на контроль. Часть вопросов будет решена уже в ближайшее время, остальные будут включены в инвестиционные программы. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первом и Тищенские.